всем приветики сегодня у нас 12 ноября вторник у меня сегодня выходной время начала второго дня а еще ни с кем не разговаривала потому что муж у меня с утра уехал на охоту уехал не на своей машине его машина вот она стоит уехал со своим товарищем я с утра ничего не снимала занималась мелкими домашними делами села машину я сегодня спала почти до 10 утра и представляете мой умный браслет знаете что мне сообщает вы сегодня спали больше чем положено я думаю знаешь что то что я предыдущие два дня спала меньше чем положено это ничего может быть я наверстываю упущенная но какие мои планы на сегодня сейчас я еду к маме с папой потом надо заехать купить еще глазки потому что те что я купила закончились благополучно а новые еще не пришли а может и пришли надо заехать еще на почту так но потом магазин и короче не знаю ну как обычно мой выходной постоянно в разъездах и в движение и чё ты стоишь с аварийками ученик поломакался нет не поломакался там сидит девушка за рулем наверно тронуться не может поэтому инструктор сказал включи аварийку и давай пробуй вот еще один ученик придется за ним вставать там машина на поворот стоит это трогается нормально товарищ ученик молодец у нас ученик парень чего впереди моргает нифига три машины в кучу столь а ты куда поехал на красные ты вообще здоровый ведь автобус поехал на красный ну дают я вообще со всех балдею даже не три машины в кучу а одуреть можно раз два метре нет четыре вон 2 впереди еще с ума сойти а это что тут за столпотворение давай красный перекрыл красный прекрасный всем проезд куда станем по пулькину конечно же а визу ноги сидят на кухне немало бы не что-то говорите без головы я в капюшоне у капюшон теплее чем шапка а я пытаюсь вдуматься у меня с капюшоном теплый я все шапки не люблю не вдумывайся чем без головы я думаю что это такое папа и ты не вдумывайся как есть так и есть слушай я заходила на почту четыре отправления получила сейчас распаковка ну раньше когда алиэкспресс только появлялся эти все распаковки на ю тубе настолько были популярны и все там распаковывали причем тянули резину там открывали этот пакетик разрезали ножницами там знаешь так это интригу создавали а сейчас да я не снимая так быстренько снимаю все зебре мама полосатая я вижу зебра зебра завтракать это вот перчики фаршированные у меня вкусные это гречку по маминому заказу варила я вообще не верила что она один к пяти и не будет водянистая шести валюри а я побоялась один к пяти думать даже один пятидесят палать пять с половиной думают это сейчас вода одна будет а вот тебе приглашают все что мы сможем распаковку сделочка сверю номера ну это для рукоделия заказала я все глазки жду надо на нас будет ехать за глазками опять они уже закончились а где их покупать ну вот тут вот на против ленка есть и рукодельный магазин все классные это бабочки такие потом это тоже ну это на игрушки клеить потом вот такие вот красивые и нянь божьи коробки это я клею на на черепашек навязанных это наверно стрекозами заказали брошки стрекозы я рюкать и заказать любые заказываете забрали все на какие красивые ух ты это называется ура глянь глазки пришли глазки да даже да и маленькие большие тут их я не помню 300 штук по моему все никуда не надо ехать ты посмотри какие можно на большие игрушки вот мне вот сейчас дождалась неужели все живем глазки пришли так что я довольна как раз это вовремя пришли глазки вовремя пришли эти у меня уже закончились нету нитки жду потому что мне надо директору вязать большую мышь он заказал на новому году это вафелька сейчас кажу сегодня фотографировала 30 мышей это он просто маленький дальше не стоят в ряд поля у меня уехал на фото сегодня на хотелось на рыбалку все равно очень морозно сегодня рано утром уехал на охоту на куда-то не далеко поехали я уверена что ничего не привезет с этой своей охоты потому что это дичи практически даже не видно ну как бы ну она прячется чё ну пострелять ну может пострелять как баба я сначала про одеяло позвонила да тут такая перезванивает это папа взял мое одеяло которое холодное и дал мне свое теплое говорит настоящий мужчина настоящий полковник настоящий полковник теперь мёрзнет может теперь мёрзнет говорит ты мёрзнешь? да ничего не мёрзнет если чё можно же еще пледом сверху мне так понравилось настоящий мужчина если кровь не греет то уже ничего не поможет вот-вот тогда Санька то уже она так мёрзнет такая мерзлячка невыносимая вот а я нормально у меня Коля мёрзнет он мужчина это от состояния организма бывает организма еще Коля курит у него ну кровь плохо циркулирует я говорю естественно ты куришь у тебя сосуды сужены да вот ты мёрзнешь я так не мёрзну я мёрзну я и ночью могу ну как мёрзну я мёрзну если на улице поздно он лежит под одеялом не может согреться вчера звонила мне так понравилось телефон я говорю Дуня ну телефон ну сколько ж ему я говорю у папы был или у мамы потом у тебя ну всё ему срок вышел я такая Лена то что вы тебе похоронить это нормально да ребёнок я говорю да похорони я говорю цветочек поставь ну сколько ж ему когда мы с тобой увидимся в декабре наверное я говорю не знаю может быть как-то заберут ну так просто выгулять да погуляем и потом верну назад и когда она мне рассказывала мама спит я утром встала приготовила завтрак себе и маме питаться ну в школе вон стакан лимонада и пирожок всё погуляем или отлично или пирожное домино или ромбаба 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 так всё не переживай она пухнастая ромбаба ромбаба это занятия жена влияние имеет конечно на муза что ни говори по себе знаю да правильно влияет да вот священник мы их слушаем да и мы священники считаем что мы глава в семье а у нас ведь шея всё ворочает да а мы ведь даже и не замечаем не замечаем да я иногда что-то если мне надо там чтобы я пытаюсь так сказать чтобы Коля понял что он принял это решение сам потом вот Коля молодец какое ты хорошее решение принял хотя это было моё решение то есть я пытаюсь вот так вот подойти и тогда как вот своё решение с Колей да нормально мне теперь тебя жалко ты спишь шпатутки надеял а я тебя не жалею мне нормально нормально покрывалом укрылся и одеяло и всё тепло хорошо так уютненько тепло забрал одеяло и тяжелеть нет для меня это вообще не проблема одеяло подушки там вода там всё это мне как-то по барабану приходишь на судо там что тебе это подушка такая скрученная одеяло лёг и спил лёг и спил на другое суд да пришел вообще ничего нету попросил принесли лёг и спидал лёг и спидал да если бы папа был какой-нибудь дискомфорт он бы купил или мне позвонил у меня к Коле привычка ещё такая папа сейчас позвенел ложкой берёт кофе 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 берётся сухой ложкой берёт кофе насыпает себе колок и потом цинь цинь по чашке потом насыпает сахар я говорю зачем ты это делаешь ну а вдруг там что прилипло там ничего нету я прям специально сижу и смотрю ничего не прилипло берёт кофе потом два раза все дули по чашке потом насыпает сахар да обращай внимание придётся да обращай внимание я говорю ты за это просто интересно это уже не переделаешь это уже трудно ну надо с оболочком вот так вот ну ты громко же да и потом всё нормально не хочу не хочу это уже не переделаешь есть такие вещи которые делаешь зачем я это делаю но это уже привычка да просто привычка вырубка также как многие не могут бросить курить это не то что ещё зависимость ну как внутренняя а зависимость от того что сигарета должна быть в руках я всегда когда бросал курить думаю что я буду делать да да как бы это что-то не хватает что-то не хватает да даже просто выйти там куда-то взять эту сигарету встал утром просто ещё привычка она потому что входит в твою жизнь эта сигарета, она с тобой все время. Это не только зависимость внутренняя, это еще зависимость от того, что надо что-то в руках ее держать. А как же так? Как это без этого? Ой, я тогда дошел курить. 19 мая, день пионерской организации. Ты даже помнишь такие даты? Да, это мы помним. Мы были пионерами когда-то. Пионерами, комсомольцами. И Мишка не был в комсомоле, да? Он и пионером не был. Не захотел? Он отказался. Мы с ним провели беседу. Один из всего класса. Мы беседу провели. Кто такой был Ленин и так далее, и так далее. И он пошел и отказался от комсомола. Нет, я ему погладила. Галстук бабушка подарила. Пиржачок с белой рубашкой. И галстук положила бабушке. И второе. С темно-синей рубашкой рядом помесила. Смотрю, выходит в синей рубашке. Я все поняла. Приходит и говорит, что пионер. Ты что? Как это не захотел? Один из всего класса. А я думала, от комсомола отказалась. Значит, он и в пионерах у нас не был. Ну, нет. А тогда уже комсомола не было. А уже не было? Не было, да? Потом уже через несколько лет, да. А, ну я все уже подзабыла. Он пионер отказался. Первый из магикан. Я таким образом из партии же вышел. Мы в Финляндии были. Шли домой. А я по амполиту пишу заявление. Прошу исключить меня из членов партии. Ну, а то я говорю, все, вот, пришли, я заплатил взносы, за сколько надо было, там, допустим, на... В партии ничего не быть должен, да? На эти вам взносы, на эти вам партии не билет, все, до свидания. Слушай, а раньше всем обязательно было, да, вступать или нет? Не обязательно. Не обязательно. Но если ты не партия, то это плохое отношение, да? Нет, не отношение, а продвижение. Да, по службе, да? Да, по службе продвижение было очень слабым.